Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу сделать обзор орхидеи из Армавира, которые 25 сентября пришли ко мне в посылочки. И после того, как были извлечены из торфстаканов и мха, были оставлены в открытой системе основная их часть. Итак, посмотрим. Вот, например, орхидеи сансы, как вы видите. Как они себя чувствуют? Тургар в норме. Раскукленный корешок. Вот растущие новые корни. Толстые, хорошие, добротные растут, посмотрите. Радость Архамана со всех сторон. Вот такой прогресс за два месяца. Они стоят под подсветкой, которая работает с 3 до 11 часов вечера. Следующий из пяти цветочков – это Драгон Три Виллоу. Тоже он находится в открытой системе. Тоже растит корешочки. Посмотрите, активно растит корешочки, я бы сказала. Нового листика пока нет. Но это и не мудрено, когда такой рост. Дальше хочу показать. Вот King Purple Queen. Большие фиолетовые цветы должны быть. Вот растущий корень. Вот растущий корень. Толстенький такой, жирненький. Они все тянутся к воде. В основной своей массе. Вот этот наверх потянулся. Вот сверху еще корешок растет. Тоже все хорошо. Цветочек адаптировался. Дальше идет вот такой вот малыш. Без названия М14-53. У него вот корень какой. Явно растущий. Хороший. Вот здесь за наклеечкой тоже корешок. Сверху здесь ничего не видно. Присыпано корой. Ну, я не хочу там ковырять. Тоже ему все нравится, все хорошо. И последнее. Вот это было мое удивление. Приятное удивление. Он был самый большой. По длине листовой пластины. Цветок. Вот новый лист вырос. Тургар в норме. Корни растут просто как бешеные. Просто, просто. И это, дорогие мои, никто иной, как дикий кот Wildcat. Дикий кот-малыш. Который любит попить. Я вот теперь даже не знаю, оставлять его в открытой системе или, может быть, хотя бы пенополистиролом присыпать, чтобы больше влага сохранялась. И стаканчик этот явно будет скоро ему мал. В общем, приятный сюрприз. Такой неожиданный. Я не запоминаю особо название, но вот так вот. Вот так малыш. Я думала, у меня кота нету, а теперь у меня их два. Ну, будем смотреть. Наверное, они будут отличаться. Не зря он привлекал мое внимание тем, что он быстрее всех адаптировался, и у него наблюдался очень быстрый рост корней. Очень. И прямо он меня радовал. Я все время любовалась им. А потом вот наклеечку переклеивала и прочитала. Думаю, ешкин кот. Не ешкин, а даже дикий ешкин кот. Вот, теперь я задумалась над тем, стоит ли мне перевести каждый из этих цветочков под отдельный хэштег. Но как их назвать, я не знаю. По названиям ли. Или также номера им присвоить. Так что, если есть предложения у вас, озвучивайте, пишите. Буду благодарна за ваши идеи. Продолжение следует...